Друзья, всем привет, Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткое поделы. Разберем сегодня ситуацию на крипторынке, там довольно интересные движения. И в полной мере я поделюсь с вами своими соображениями по данной ситуации. И несмотря на то, что в предыдущем выпуске я, в принципе, делился уже этой ситуацией, говорил то, что с наибольшей вероятностью сейчас мы с будем ждать рост. Сейчас я хотел бы обозначить еще некоторые моменты, которые подкрепляют данную теорию. Разбор новостного блока оставлен на вторую часть выпуска. Сейчас посмотрим, какую информацию нам дает график. Начнем с глобального таймфрейма. Тут рисуется довольно интересная ситуация. Мы с вами начинаем ломать глобальный нисходящий тренд. Сразу хотел бы обратить ваше внимание, что в рамках глобальной ситуации это преломление, но оно по большому счету ничего не значит. Но если рассматривать ситуацию локально, то обычно преломление таких глобальных линий нам дают довольно резкие движения. Переходя на 4 часа, мы с вами можем обратить внимание то, что биткоин у нас с вами зафиксировался над линией поддержки в 3600 долларов. Это довольно хороший знак. С другой стороны, зачем говорить так мягко? Это движение нам показывал рынок, это движение мы с вами ожидали, это движение мы с вами на данный момент увидели. Единственное, что мы с вами рассмотрим движение в рамках глобального канала накопления. Но объективно то, что мы с вами сейчас начинаем преломлять глобальное нисходящее сопротивление, нам дает наибольшую уверенность в том, что в рамках канала мы пойдем к высшей его зоне сопротивления. Это значение на уровне 3900-4100 долларов. Плюс также на данный момент у нас с вами формируется бычья формация. И соответственно, если эта бычья формация будет отыгрываться, она тоже будет отыгрываться плюс-минус в уровень 3900-4100. И соответственно, если мы с вами отыгрываем этот сценарий, то дальше у нас уже идет другой среднесрочный сценарий, тоже бычий, который по-хорошему нас должен отправить плюс-минус к уровню 5500. Но так как этот сценарий среднесрочный, пока что о его реализации говорить довольно рано, давайте пока что его не будем рассматривать. Просто мы должны держать в уме то, что такая вероятность развития такого сценария, но она сейчас очень высока. На данный момент краткосрочно наиболее вероятность ситуации как раз поход к 4000 долларов. Довольно частый вопрос, есть ли смысл сейчас входить в рынок? Еще в прошлом выпуске я ответил на этот вопрос. Да, аккуратно надо насчет этого думать, но точка входа довольно неплохая. Более того, я скажу, что я не по биткоину, я по эфиру вошел. Мы сейчас эфир тоже с вами разберем. Но сетап сейчас бычий. Также подтверждение своих мыслей то, что на данный момент краткосрочный сетап бычий хотел бы переместиться на часовой график. Там мы с вами после резкого пампа можем наблюдать легкий нисходящий тренд. Обычно как раз таки так и формируется данный бычий сетап. То есть идет памп, легкий нисходящий тренд и памп на высоту предыдущего пампа. Также здесь довольно многие говорят, что это просто шорт-сквиз, срубили стопы шортистов. Нет, я с этим не согласен. Я считаю, что это, ну разумеется, шорт-сквиз, он имеет место быть, но формирование сетапа шорт-сквиза, то есть когда делают шорты и потом резко обрубают рынок вниз, он почти моментален. То есть, грубо говоря, это, как правило, двумя свечами идет. Не бывает такого, что шорт-сквиз, дальше мы с вами ушли в боковик. Это у нас, друзья, самое что ни на есть, вход крупного игрока, набор позиций. Что касается эфириума, в краткосрочной ситуации мы также можем наблюдать набор позиций. Эфириум, в принципе, у нас уже показывал бычий сетап от уровня 105 долларов. И еще несколько выпусков назад я рекомендовал заходить по этому уровню. Соответственно, те, кто зашли, сейчас как меню рады. Почему же я решил еще дозайти, помимо того, что я закупался на уровне 105 долларов, я сейчас еще на уровне 124 долларов решил немножко дозайти в актив. Потому что мы с вами пробили и закрепились над довольно важным уровнем сопротивления, который у нас с вами образовался после мощного слива с уровня 200 долларов. Плюс также мы не должны с вами забывать фундаментальный фон, то что по эфириуму мы ждем форк. Поэтому на данный момент я вижу смысл заходить в актив, по крайней мере для себя, считая точку входа довольно неплохой. И на уровне 150 долларов, как минимум данный актив я планирую увидеть в краткосрочной, среднесрочной перспективе. Самое идеальное, что мы с вами можем увидеть, это уровень 165 долларов плюс-минус, но еще лучше, ну уж знаете, как говорится, не будем загадывать это пробой этого уровня, тогда мы действительно должны будем неплохо полететь до уровня 200 долларов. Потому что данный новостной фонд должен быть довольно импульсным и довольно неплохим. Плюс также хотел обратить ваше внимание на то, что довольно сильно возросли объемы торгов. Действительно, если мы откроем график глобальный, мы увидим то, что после некого затишья у нас действительно очень активизировались покупатели и продавцы. Вы знаете, друзья, я в принципе всегда стараюсь отталкиваться от худшего, но на данный момент я даже не вижу сетапа медвежьего. То есть я не понимаю, каким образом я не понимаю, каким образом цена может пойти на 2 800. То есть действительно есть аналитики, серьезные аналитики, которые все время топят за эту цену. Может, конечно, они немножечко поверили слишком в себя. Бывает такое, что ты думаешь, что цена будет такая, и она вот пойдет туда, куда ты думаешь. Это, конечно, не так, но действительно очень большая аудитория людей слушает то, что мы ожидаем 2 800. Нет, ну не подкреплено, ну ничем. Ну просто слова, без обид, просто слова. Действительно, сейчас даже поход к уровню 3 200 никоим образом не подкреплен. Единственное, что негативное можно сказать, даже если сейчас спекулятивно польют рынок ниже, чем до уровня 3 400, вот до остановка 3 400, его просто не смогут пролить, потому что там стоит большой покупатель. Говорить об уровне 2 800 я считаю неправильным. На это можно ответить, типа я думаю в глобальной ситуации будем еще обновлять, но ну блин, это глобальная ситуация по биткоину, глобальной ситуации не считается. Дай бог по биткоину просчитать краткосрочную ситуацию, то это дело неблагодарное. Поэтому, друзья, у меня тоже довольно большая аудитория. Я хотел бы сказать, если вы, кто-то из вас верит 2 800, я же не призываю, что вы должны все там идти по моим соображениям и торговать по моим соображениям. Найдите, почему это 2 800? Какие-то? То, что это какой-то уровень еще от прошлого роста, и если мы типа будем пробивать 3 200, у нас остановка 2 800, окей, следующий вопрос, а почему это мы будем пробивать 3 200? Ну почему? Найдите ответы на эти вопросы, и соответственно выстроите эту логическую цепочку. Друзья, перед тем, как затрону некоторые фундаментальные новости, которые посчитал интересными, я хотел бы вам порекомендовать действительно очень хороший YouTube канал. Это канал моего очень хорошего знакомого криптокапитана. Человек действительно делает очень хороший контент. Он действительно роет информацию под каждый выпуск. Он использует самые необычные способы анализа рынка, чтобы всегда быть в плюсе, вне зависимости от того, падает биткоин или растет. Ну, например, он использует кластерный анализ графиков, который позволяет максимально понять, что сейчас происходит на рынке. Ролики его обычно длятся не более 5-6 минут. В них автор раскрывает очень интересные моменты. В роликах вообще нет воды. Действительно, их можно быстро посмотреть, впитать важную информацию и быть готовым к движениям цены. Также за последние несколько месяцев он не пропустил ни одного крупного движения цены. Ролики выходят часто, так что бесполезного контента вы не останетесь. Ссылочку вы можете найти в описании. Начать новостной блок хотелось бы сегодня с японского банковского финансового холдинга Mitsubishi Financial Group. Данная компания в очередной раз подтвердила то, что планирует запускать свою платежную систему на блокчейне. Хотелось бы обратить внимание, что это довольно крупная компания. И действительно, реализацию данного проекта ждут довольно многие. Основная причина ожидания данного проекта заключается в том, что действительно он позволит страховать свои вклады. Данная платформа получит название Global Open Network. Основной ее целью будет установление лидерских позиций Mitsubishi Financial Group. Тут я хотел бы обратить внимание на такой момент, что Mitsubishi Financial Group – это пятый банк по величине в мире. Платформа планируется запустить в первом полугодии 2020 года. Будем следить за тем, как развиваются данные проекта. Но я хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что вы просто прикиньте, какие во все это дело вливаются активы. Не может такого быть, что такие огромные деньги, которые вливаются в огромное большинство проектов, просто так, как некоторые пишут, что биткоин соскамится до нуля, криптовалюта, все фигня, все запретят. Но не стали бы работать в таких объемах, такое огромное количество компаний над штукой, которая типа ее запретят. Да, вероятнее всего легких денег на этом крипторынке вы не получите. Но в перспективе 3-5 лет те криптоактивы, которые даже небольшие у вас сейчас могут быть, они дадут довольно хороший доход своим владельцам. Также хотел бы обратить внимание на такого гиганта, как MyAtherWallet. Тоже обновляет всю систему, обновляет кошельки, делает юзер-френдли интерфейс, для того, чтобы действительно MyAtherWallet довольно проблематично пользоваться, особенно вот вход через Keystone ключ, все время подгружает этот файл. Ну, довольно тяжелая тема. И я хотел бы обратить внимание, что здесь тоже инвестируются деньги для того, чтобы делать эту платформу более юзер-френдли, потому что она переходит с платформы, которой пользовались, грубо говоря, профессионалы, но она масштабируется, то есть ее делают для людей. Закончить данный выпуск я хотел бы тем, что средний размер комиссии упал до значений аж 2014 года, а количество транзакций выросло до уровня 2017 года. При этом, по данным Binance, у нас с вами сократилось количество сделок на бирже аж на целых 40%. На самом деле, это три очень важных показателя. Первый момент тут то, что у нас пропал интерес у слабых игроков рынка и у простого обывателя. И действительно, абсолютное большинство людей, которые находятся на данном рынке, это люди, которые понимают, что они здесь делают. Рост объема транзакций при этом показывает то, что довольно большое количество проектов и институционалов входит в данные активы. Также неоднократно мы с вами разбирали, и графики это подтверждают, что действительно по фазе накопления просматриваются уровни входа крупных игроков. И это, если честно, друзья, не стопроцентный, но довольно неплохой знак к тому, что дно, друзья, у нас с вами уже пройдено. Друзья, прав я здесь или не прав, судить вам. Но если даже у нас с вами будет обновление дна, оно будет некритичное, и на самом деле в глобальном, в глобальном, обращу внимание, все рисуется таким образом, что, вероятнее всего, рост у нас с вами глобальный рост. Не за горами. Если был полезен, поддержите выпуск лайками, также подписывайтесь на канал. Работаем.